Всем привет! Во вселенной, набитой множеством чудовищ, безумными культами и просто разными страшными явлениями, иногда появляется и что-то хорошее, забавное и даже при этом не убивающее людей. Речь, конечно же, о SCP-999, щекоточном монстре, желеобразном существе, которое на радость сотрудникам фонда не только игриво и приятно пахнет, но даже пытается помогать людям по мере своих сил. Общение с этим существом придает жизненной энергии. Также оно избавляет от депрессии, психологических травм и многих ментальных проблем, в некоторых случаях даже делает из отъявленных злодеев добрых и хороших людей. Более того, этот дружелюбный SCP сам стремится попасть к тем, кто зул или страдает, чтобы забрать весь их негатив, подарив радость жизни и немного веселья. Чувство счастья от этого существа передается буквально всем, и вот даже доктор Цимериан выпустил видео про этот объект, где поет песню. История этого объекта, подобная SCP-035 маске одержимости, также не самостоятельна и тесно связана со многими другими объектами, что содержит фонд. Потому под видео я традиционно оставлю список роликов, которые помогут понять, о чем вообще шла речь. SCP-999 это как бы такая связующая штука, которая служит кульминацией некоторых историй в мире SCP, но об этом чуть позже. Сам SCP-999 это довольно необычное существо, ведь у него отсутствует нервная система и вообще внутренние органы, так же как органы чувств. Но при этом он обладает интеллектом и судя по его действиям хорошо понимает обстановку и вообще суть происходящего вокруг, так как если бы обладал достаточно обширными познаниями. Он знает человеческие языки и назначения различных технических устройств. Из этого можно сделать вывод, что физическое воплощение этого существа это лишь малая его часть, и оно является чем-то большим, чем подвижный кусок желеобразной массы в оболочке. Что роднит его с SCP-682 неуязвимой рептилией, которая также является прежде всего частью изгнанного черного лорда страдания, либо проекцией страданий самого Алого Короля в нашем мире. О чем говорилось в других роликах на этом канале. Потому фактическая форма и так сказать набор органов обоих этих существ не играет особенно никакой роли. Как SCP-682 бодро бегает лишившись всего и будучи почти скелетом, так и SCP-999 играет с сотрудниками веселиться, будучи лишь куском желеобразной массы, не имеющей даже какой-то постоянной формы. Да, это чудное проявление аномального мира может легко менять свой вид, потому все споры о том, канонично то или иное изображение SCP-999 не имеет особо никакого смысла. В самой статье говорится, что SCP-999 скатывали в блин толщиной в 2 см, что в состоянии покоя он имеет вид гладкой полусферы, и что может отращивать лапки и другие конечности, чтобы обниматься и проявлять эмоции. Кстати, SCP-999 любит играть не только с работниками фонда, но и с тем самым неуязвимым ящером. На самой странице объекта SCP-999 написано, что жизнерадостное желе не только не испугалось этого ужасного чудища, но и начало с ним шутливо бороться, пытаясь его защекотать. Что закончилось самым неожиданным образом. Ящер не только не разорвал маленького монстра, но и даже засмеялся и уснул улыбающийся и довольный. Сущности рептилий и щекоточного монстра очевидно как-то взаимосвязаны друг с другом, и для того, чтобы понять как, нужно прочесть рассказ с неброским названием «Новая работа». Из этого рассказа мы узнаем, что щекоточный монстр не просто чем-то похож на SCP-682, он также есть порождение Алого Короля, и физически родился у одной из девушек из объекта SCP-231, над которой совершался страшный ритуал во имя этого существа. Более того, SCP-999 родился у самой последней из них, когда фонд решил прервать проведение настоящей процедуры Монтаук, и неожиданно вместо Алого Короля или какого-нибудь чудовища родился забавный щекоточный монстр. В самом рассказе говорится, что так вышло потому, что воля девушки не была окончательно сломлена, и она сопротивлялась, и смогла как-то родить забавную желешку вместо всепоглощающего зла. Но такая версия звучит, мягко сказать, странно. Мне кажется, куда более реалистичный вариант заключается в том, что к этому всему приложил свою руку доктор Развлечудов. Ведь финалом всей эпопеи про маленьких господ, о котором уже есть видео на этом канале, было то, что господин Ред проник в фонд и буквально украл зародыша Алого Короля из бедной девушки. А по смыслу рассказа новой работы выходит, что SCP-999 родился уже после этих событий. То есть получается, что SCP-999 это не совсем порождение Алого Короля, а скорее продукт каких-то хитрых манипуляций Развлечудова с его энергиями. Не просто проекция Алого Короля в нашем мире, как ящера SCP-682, а инвертированная проекция, типа как негатив у фотографии. Девушку-то, кстати, в итоге отпустили домой. А что же до самого щекоточного монстра? Главное, что смог узнать фонд, это то, что он является своего рода ребенком, которому, возможно, суждено вырасти во что-то куда большее и многократно более могущественное. Всего через 10 лет после своего рождения SCP-999 смог унять кажущуюся безграничной злобу неуязвимого ящера. А когда он вырастет, возможно, он сможет остановить все войны, убрать любую агрессию в людях и успокоить самого Алого Короля. Одна из самых больших тайн фонда заключается в том, что SCP-999 может стать решением всех проблем человечества разум, или как минимум стать источником добра в мире чудищ, опасностей и аномалий. Когда он вырастет, он сможет наполнить всевозможных существ позитивными эмоциями и стать одной из сильнейших сущностей в мире. Вопрос, конечно, в том, что будет происходить дальше. Будет ли это своеобразный хэппи-энд в мире SCP, где все резко заживут счастливо, или люди, постоянно испытывающие счастье и радость, например, перестанут удовлетворять свои базовые потребности, после чего вымрут? Или может сам SCP-999, когда вырастет, растеряет свой позитивный настрой или станет чем-то другим? Кто знает? Во всяком случае, таких рассказов еще никто не написал. Некоторое количество интересных намеков есть в небольшом рассказе, который я перевел специально для этого видео. В нем показаны мысли самого SCP-999, на которых вполне можно построить еще несколько интересных теорий. Внезапные мысли «У меня нет возможности чувствовать вину, но я ее воображаю». Воображение. «Когда я был маленький и молодой, и слабый, и свежий, и новый, у меня не было чувства моей смертности. Недоступный мне мир. Я чувствовал боль, когда они нашли меня. Металлические предметы пробивали мою мембрану. Это было совсем не весело. Но те, кого я выбрал, радовались моему присутствию. Тогда я чувствовал, что у меня меньше сдержанности по поводу моих перемещений. Они будут получать удовольствие от моего разума, разбызганного перед ними. Голосов, которые временно покидают мою голову и перетекают в их головы. Когда я давал мой замечательный подарок, я должен был быть умнее, как я умен сейчас. Когда голоса возвращаются ко мне, как они это всегда и делают, они уже злые. Потому я ушел. Я был задуман, как тот, кто дает знания. Но все, что я даю, это те голоса. Неправильные, болтающие, смеющиеся голоса. Я начал с такого места, с песком и останками растений. Голоса кричали на меня. «Выпусти нас», — говорили они. Они смеялись, они орали. Иногда они еще и плакали. Там был маленький, в месте моего появления. Или в месте, где меня просто оставили. Воспоминания искажены этим смехом. Ха-ха-ха. Я подарил мой подарок тому маленькому. Но я был слишком нетерпелив. Стремился поскорее выпустить голоса из меня в него. Он задергался и прекратил быть. Голоса засмеялись и смеялись и смеялись. Я ходил по этому месту. Я пытался снова и снова и снова. И они смеялись и смеялись. И смеялись, пока розовые штуки, которые жили в этом месте, все не прекратили функционировать. Я не могу вспомнить, как много из них перестало двигаться. Но, по-моему, все. Потом у меня было много недель, чтобы придумать другую стратегию. Если передавать мои голоса медленно тому, кто их принимает, это не приведет к тому, что он перегрузится. Это было единственно логически верное заключение. Это решение далось мне непросто. Голоса засмеялись и кричали. И плакали. И смеялись снова. И познание их заняло у меня недели. Когда пришли другие штуки на летающей машине, я дал одной из этих штук свой подарок снова. Медленно. Слезы удовольствия потекли по его поверхности. И эти слезы не стали красными, как случалось раньше. Умиротворенный этим я позволил себя забрать. Сейчас я опасаюсь за свое здравомыслие. Прошло много недель с тех пор, как мне позволили перемещаться здесь. Тот, кто держит меня внутри, тот, кто сторожит, приближается, чтобы забрать того, который есть у меня сейчас. Голоса этого не хотят. Да и я не хочу. У меня не будет другого такого. Много дней я должен заставить того, который приближается, засмеяться. Засмеяться. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok